Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! Это видео для библейского портала экзегет.ру. Мы продолжим говорить о книге пророка Иеремии. Обратимся к 48 главе, где продолжаются пророчества о соседних с Израилем, соседних с Иудеями народах. Но вот в пророчестве о Моаве, которое мы видим в 48 главе, есть некоторые существенные отличия, потому что в предыдущей главе речь шла о филистимлянах, которые скорее попадают в водоворот истории, может быть почти по случайности, во всяком случае, ничего о реальных причинах, каких-то провинностях филистимлян не говорится. Здесь же в 48 главе о Моаве говорится довольно подробно, потому что в стихах пророка, это действительно такие стихотворные тексты, в стихах пророка, в том, как он их произносит, вероятно, обратившись в сторону Моава, подробно перечисляя множество населенных пунктов, которые были многим его слушателям хорошо известны, и весьма возможно, что и сами маавитяне в это время присутствовали при произнесении этой проповеди. Вот подробно, конкретно по населенным пунктам Иеремия от лица Господня говорит, что Моаву суждено погибнуть, вопль подняли дети его, и, в общем, здесь говорится, почему. Потому что ты надеялся на дела твои и на сокровища твои. Нет более славы Моава. Постыжен будет Моав. Речь идет о том, что цари Моава и, вероятно, и народ Моава, государство это, было довольно сильным и очень-очень гордым, которая гордилась своей силой, своими достижениями, надеялись на дела свои, на то, что это было государство передовое. Ну, вероятно, в самом деле передовое. Почему нет? Важно, что это становится причиной гордиться и хвастаться. И, судя по всему, именно это и есть основная нравственная мотивация гибели Моава. Ты надеялся на дела твои, на сокровища твои, и ты будешь взят. И Господь говорит, дайте Моаву крылья, чтобы он мог улететь. Потому что вот меч с севера идет на Моав. Моав от юности своей был в покое, сидел на дрожжах своих, не был переливаем из сосудов сосуд, то есть его никто не тревожил. Но проклят, кто дело Господне делает небрежное, и проклят, кто удерживает меч его от крови. Видимо, это обращение все к тем же войскам царя Навуходоносора. К Моавитянам же Господь говорит, как вы говорите, мы люди храбрые и крепкие для войны. Вот они хвастались, какие они храбрые и крепкие, какие у них там вооружения, прочее, прочее. Ничего не меняется, в этом смысле мы можем это все наблюдать. И в наше время тоже людей, которые кичат со своей военной силой, и отборные юноши его пошли на заклание, говорит Господь. Вот те, которые это отборное и крепкое оружие носили, пошли на заклание. Пожалейте о нем, о Моаве, все соседи его и все знающие имя его. Пожалейте о нем. Бог говорит о том, что вот эта гордыня, особенно хвастают люди, хвастающиеся, гордящиеся своей силой, военной силой, как угрозой, обращенной на всех окружающих. Пожалейте о нем. Пожалейте, потому что посрамлен Моав, ибо сокрушен. Рыдайте и вопите. Не спасется Моав. Эта гордыня, военная гордыня, станет нравственной причиной его гибели. И суд пришел на равнины. И еще Господь говорит о том, что маавитяне насмехались над Израилем, когда израильтяне безуспешно боролись против царя Вавилонского. Теперь сам будешь посмешищем. Оставьте города, живите на скалах жители Моава. Слыхали мы о гордости Моава, гордости чрезмерной. Вот, собственно, причина этого. Знаю я дерзость его, но это ненадежно. Пустые слова его. Пустые слова об этой силе. Пустое хвастовство. Истреблю у Моава, приносящих жертвы, и кодящих богам его. Но при всем том, Господь жалеет этих людей и говорит, стонет мое сердце о Моаве. На всех кровлях Моава и на улицах его общий плач. И истреблен будет Моав из числа народов, потому что он восстал перед Господом. Ну вот, во-первых, восстал своей гордыней, а во-вторых, то, что истреблен будет Моав, отнюдь Бога не радует. Он сожалеет его. Сожалеет об этом бедствии. И поэтому все-таки не будет это время посещения окончательной гибели. И в конце этой главы тоже о Моаве, как об Израиле, Господь говорит, в последние дни возвращу плен Моава. И в последние дни возвращу плен Моава.